Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Олега Синсерова Субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Если мы говорим о том, что мы должны повысить качество знаний по физике, значит должно быть лабораторное оборудование. И в таком ключе эта программа, ну скажем так, определенные средства предусматривает, они обеспечат стабильное функционирование и дальнейшее развитие всей сети учреждений образования в городе. В 2018 году Беларусь в 2018 году Беларусь у першиню доложится до доследований в рамках международной программы по асценции адвокацийных досягнений в учнях. И это тестирование показывает, на кольки старшеклассники могут применять отременные веды в реальном житте. По сути, главынники станут отказом на пытание об эффективности примаемых мер по поляпшинне альчинной системы эдукации. С установлением лядового покрытия на водоемы вышли рыбаки, однак заняток гэта довольно рызыковный. На Гомельщине лик загинувших уже открыты, с рыбалки не вернулися три человеки. Кап попередзить рост сумной статистики, профилактичные рэды проводзять литерально кожный день. У адным з їх побывала Ганна Ковалева. Не глядяши на морозы, лед на водоемах ешчетонки, максимум 15 сантыметров. Безпечно мне он стане протушинил 25 сантыметров. В опытной рыбаке вызначают стрывалость леду по колеры. Прозрысты зеленоватым тесинем оттенем самонадеянны. А вось белые тежелтоваты у два разы тончайши. Але зараза ценить яхоз кладана. Водоемы накрыты снежным покрывом. Гэтае правило може не спрацовать яшчей тому, что лед формируется кропкова. Тому вырытовальные сродки повинны быть заусёды про собе. Тепротрымливаются гэтага рыбаки, проверила специальная комиссия. Не поспеши ступить на лёд, супрацовники АСВОД, МНС и милиции сустракают перших рыбаку и першее порушение. А где спасательные жилеты? В машине он не должен быть. Вы идёте на лёд, тем более идёте на лёд. Где спасательные жилеты? Наступный сустречный из Новбиска-Мизельки. С кожным таким рыбаком вырытовальники проводят размовы и уручают памятки с правилами безопасности. Сяродых не сбираться на льду группами, тримать дистанцию и стеркаться незамерзлых лунок. При выходе на лёд мы, конечно, рекомендуем рыбакам. В первую очередь, это спасательный жилет. Потому что спасательный жилет, он всегда поможет удержаться на воде какое-то время и до прихода помощи. Второе, что мы рекомендуем постоянно, это иметь верёвку 15 метров, где-то, может быть, 15-20 метров, с грузом на другом конце петлёй завязывается сюда. С 30 человек на заливе Ракисош, только один у вырытовальной комизельцы, рыбак с великим стажем, и при этом одиная женщина на лёде Наталья Губская. Кажа, притрымливаться правила обеспеки навучил вопыт. 8 марта уже был лёд шипел. Мужчина подошёл ко мне, короче, дедулька, 73 года ему, подарил мне такую коробочку, там эти поплавки. И пошёл туда, вот это место, и, короче, под берегом, а там метров пять. Бегали мы, ой-ой-ой. Не знали, что делать, так? Спасли, спасли, вытянули, он бедненький уже не шевелился. Это хорошо, вы были вместе, а если был один человек, вот вы одна идёте, да? Ну, я стараюсь поближе к людям. С кожным днём рыбаку на водоёмах всё больше, и на Гомельщине такие рейды всё лето проводят что дня. За пошние два тыдня их отбылося больше за сто, и у кожаных фиксовали факты безотказности. Зачастую на лёд выходят у нас дети, а также рыбаки, поэтому родителям необходимо обратить внимание, что не нужно оставлять своих детей без присмотра, а тем более обезопасить от выхода на тончайший лёд. Рыбакам, конечно же, запретить выход на лёд мы им не можем, запретить зимнюю рыбалку. Поэтому, в первую очередь, им нужно помнить, что их дома ждут близкие. Ганна Ковалёва, Валерий Гопанько, телерадио-компания «Гомель». Серьёзный ДТЗ под Гомелем. Авары отбылася на передодни на трассе М5 «Гомель-Минск». Легковый «Мерседес» рухался у бок «Гомеля». Неподалёка от агрогородка Урыцкая автомобиль урезался у огороджу разделяльной полосы. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а ехавший в качестве пассажира на заднем сидении автомобиля ребёнок в 8 лет с тяжёлыми травмами доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 317 проводится проверка. Протягиваем выпуск. Лепших школьных поваров вызначили в областном центре. Смак, оригинальность, а головная корысть – минавито гэтые критерии. Необходно было уличивать судельникам при приготовлении конкурсных страв. Веранька Ворошилина назирала за ходом кулинарного поединка. Конкурс профессийного майстерства сиротповара у Гомельского городского комбината школьного харчевания ладится раз у два годы. Сюлятаю, он объединал пять команд от каждого района Гомеля у першиню сборную молодых специалистов. При этом лепших майстров кулинарные справы вызначали не только сиротработников школьных столовых. У профессийного поединка так же сошлися повары двух ресторанов. Профессия повара, наверное, традиционно кажется, что она очень скучная и однообразная. И мы своим конкурсом хотим доказать, что на самом деле это искусство. Искусство, так же, как и музыка, как и стихи, наверное, искусство готовится, это тоже мастерство. На конкурсных столах салаты, мясные выробы и навод суши. Не забыли и про любимые присмаки детей – булочки, печиво и пирожные. Гомельский городский комбинат школьного харчевания обслуговывает 94 установы адукации. Профессийное споборнение позволяет работникам столовых продемонстрировать широк абсолютно новых, креативных и обовязково корыстных страв, которые могут быть увидены в школьный рацион. Например, вот творог, розочки из творога, печенье, котлеты, крабик. Туда вот входят крабовые палочки или мясо, свинина. Панируется котлета и обжаривается. Доводится в жарочном шкафу. Оно и вкусно, и полезно детям. Презентация страв к команду «Дельность» оценивалась по некольких критериях. Это захование технологии, приготовление санитарных норм и правилов, наявность технологичной карты, смаковые якости, оригинальность оформления и подачи блюд. Оценки конкурсанта выставляла профессийная журы и незалежные эксперты из лику новученца у гомельских школ. Пол, дарывшийся родоголовных, пропанул подлетка, упрыгожий внешний выгляд страв им хотелось оббашить и у своих школьных столовых. Из-за того, что маленькое количество времени, нужно очень много чего накрыть, много классов, не успевают как-то красиво оформить и так далее. А от этого даже вкус, мне кажется, улучшится. Да, было бы очень даже неплохо, даже если бы ту гречку с каким-то мясом и салатиком оформили как-то красивенько. Все же было бы приятнее. Обычную травку наверх положили, казалось бы, намного гармоничнее, чем есть. По выниках споборництва, на третий месяц оказалась и команда центрального района, на другим – челуночного. На першую пероможную приступку пьедысталу взнялась и команда повара у Новобелецкого района, якая поделилась с нами сокретом своего кулинарного поспеху. Прежде чем что-то приготовить, продумать стол, мы с коллегами советовались и решили, что все-таки самое важное – это здоровье, это детское питание, чтобы оно было здоровым, сбалансированным, удобным, красивым, чтобы детям нравилось. Мы за это, поэтому мы выбрали такую яркую цветовую детскую тематику, преподнесли ее нашим судьям, понравилось, удалось, мы довольны. После закончения конкурса все присутные смогли поспробовать приготованные стравы. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, пеллер, радуя компания «Огумель». Сегодня у «Огумели» прошла массовая святочная акция «Запальваем елку разом». Яскравая и малявничая видовища поклала початок святкованню Нового года на всей территории в області. 30-метровое пригожоня с больше, как 2000 штучных галин. Миновата такой гет и Новый год сустракает галонная елка в області. Ее упрыгожванием стали 60 светлодиодных модернизованных гирлянд и вифлеемская зорка. «Огумели» Особные уваги заслуговывая святочная упрыгожвання галонной площы Гомеля. Дитячий казочных родок, имітация зоркового неба, резиденция Деда Мороза, плюс гандлевые роды, які будуть працаваць на протягу некальких тыдняв, и шматлики малые архитектурные формы. Утым лику оригинальная конструкция у выглядзі лічбы 2017. Разом з традиційными Дедам Морозом і Снягуркой у запалванні святочной іллюминацій удзельничали символ наступного года вогненный певінь, а так само творчая коллективы і артысты Гомеля. А прача таго першыню бы організованы флэшмоб, в якім прыняли удзел більш як 500 студентов з усіх высшайших навучальних установ города. Их выступленья не толькі святкованні з надыходячшыми святами, але й проводзіны года культуры. У Гомеля подвіли выніки обласного этапу республіканського конкурсу «Олимпийский огонь запаливая сердце». Лепші работы адправіли ў Мінск. Простворчасть далучыць до спорту і здорового галаду життя. Таке мэты конкурсу, які проводзіць національний олимпийскі комітет Беларусі. У дзел прымалі сіроты і дзеці, які засталіся без апекі батькоў, дзеці з абмежаванными махчымастями, а так само вихаванці професійно-технічніх в училища ў закрытого типу. По выніках районних етапу на обласне трапіли 167 работ. Такого уровня работы на обласном етапі очень сложно выбирать, так як видно, що деці і педагогі приложили максимальне усіляє для того, щоб побідіць. На республіканский етап последній отправлено 12 работ. Работы очень сильні, мощні, ми не останемся без призов. Вынікі республіканського конкурсу «Олімпійський агонь запалювай серцы» падведуть наприканцы Снежня. Гэты, а так само інші новіны, вы можете знайсті на нашым сайті ў інтернеті. Па адресі www.tvrgomil.by. І на гэтым выпуск завершен. У студы працавала Наталія Ігнатєнка. Мы сочам з развіцем падзіў гомілі в області. Заставаціся з нами.